Очень большой класс предпринимателей, вообще мужчин. Наверное, не будем делить отдельно мужчины и предпринимателей, но в целом предприниматели делятся на два класса достигаторы. Это люди, которые достигают, это вижу цель, не вижу препятствий. Есть эмпатичные предприниматели, это те люди, которые выросли больше с мамой, с маминым воспитанием, с таким проявленным женским. И чем они отличаются? Если мы говорим об эмпатах, то эти люди всегда ищут партнера. Они хотят немножко переложить часть ответственности себя на кого-то близкого, который бы за них что-то сделал, или было бы разнесение ответственности. Эти люди, они очень молодцы, почему? Потому что им страшно идти в предпринимательство, в риски. Это сильно для них контринтуитивно, потому что мама этому не научила. И человек, который открывает компанию сам, эмпатичный молодой человек, он очень крутой, потому что он перешел через большое количество страхов своих. Открыл компанию, он начал бизнес, он понял, что есть контракт, есть цена слова. Бизнес – это сугубо мужская тема. И даже если женщина занимается бизнесом, то это все равно ей приходится входить в мужские рамки. И человек, который эмпатичный, входит в бизнес-структуру, он в любом так или иначе подчиняется мужским законам. Таким образом, мужчина получает инициацию через ведение бизнеса, и он раскрывается как мужик. Это очень крутой инструмент для того, чтобы раскрыть мужские качества свои. Не обязательно ходить в армию, получать по морде, а можно через бизнес пройти инициацию в мужчины. Поэтому бизнес – это хорошо. А у тебя был процесс инициации, и как он проходил? Или у твоего мужчины? Вот рядом с тобой кто? Или ты сам кто? Прошел ли ты мужскую инициацию? Как ты думаешь? А видел ли ты людей, которые не прошли инициацию? Напиши в комментариях. Давай поисследуем. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok